Итак, сейчас Дити, она спрашивает, что ей делать. И Кашья Памуня рассказывает. И суть в чем тут? Суть в том, чтобы дать сознание Кришны Дити. Тогда и сама Дити и Индра, они будут спасены. Потому что Дити, она хотела сына, который убьет Индру. Но теперь Дити будет соблюдать обеты. И она обретет сына. Которая принесет благо Индре. Почему так? Потому что в сознании Кришны никто никому не приносит плохого. Никто никому не приносит страданий в сознании Кришны. И так Кашья Памуни косвенно дает сознание Кришны Дити. То есть без ее ведома. Тем, кто независливы, это Садху. Чтобы развиваться на духовном пути, нам надо оставить зависть. Если человек имеет зависть, он не сможет продвигаться на духовном пути. Почему вообще человек совершает насилие? Потому что он хочет очень хорошо себя поддерживать. То есть он думает о своем собственном счастье. Если не совершать насилие, то есть если не бороться, да, если не сражаться за существованием. Как поддержать себя? Как получить пищу? Что мы вообще едим? Мы едим других живых. То есть мы едим других живых существ. Постоянно мы совершаем насилие по отношению к другим. Им мы не свободны от зависти. Поэтому веды говорят, кто, что может есть. То есть веды дают определенные предписания. Какова наша пища? Если мы принимаем ее, то не совершаем насилие по отношению к другим. Говорится, джива, дживаси, дживанам. По доброй воле Господа мы можем есть. Мы можем есть что-то. И это уже предписано нам. И что нам есть? Что мы можем есть? Какие живые существа мы можем есть? Говорится, анам, чаганам, ачага, хьяпадах, падачагинам. Ахаста, хаста, юктанам. Дви падам, чатуш падах. Естественно, устроено так, что фрукты и цветы являются пищей для насекомых и птиц. Трава, то есть то, что не имеет ног, то, что растет без ног, является пищей для коров, буйволов и других. Животные с копытами служат пищей для тигров и других, у которых есть когти. Олени, козы и некоторые другие четвероногие, а также зерно, служат пищей человеку. Хотя тут говорится про четвероногих животных, но они предназначаются в пищу только людям очень низкого уровня. Они предназначаются в пищу тем, кто находится ниже шуда. Но мы не находимся в таком положении. Поэтому почему мы будем есть мясо? Но вдруг, если человеку все-таки нравится мясо, то надо проводить ягию. Люди низкого уровня, охотники, ну дикие люди, которые живут в разных, ну вот, допустим, есть там ненцы, чукчи и так далее. Если же у людей более высокого класса появляется желание есть мясо, им надо совершить ягию. Яги, они предписаны также в Ведах. Но можем ли мы сейчас, вот в это время, в этот век совершать ягию? Такую ягию имеется в виду? Жертвоприношение животного. Нет. И, соответственно, как мы тогда можем есть какого-то козла, курицу или еще какое-то животное? Поэтому, фактически, мясо, оно запрещено для тех, кто продвинулся на этом духовном пути или кто стоит на этом духовном пути. Тех, кто старается, кто старается практиковать сознание Кришны. Вообще нельзя есть мясо. И так, естественно, мы никого не будем беспокоить. Мы никому не будем причинать насилие. То есть, мы не будем завидовать. И так мы будем духовно прогрессировать. У бхакты, у предного только одна обязанность. Совершать предное служение Кришне. И как он будет причинять насилие другим? Как он может вообще причинить насилие другим? Если человек развил зависть, он не может быть сознающим Кришну. Надо стать независтливым. Как человек сможет развить бхакти к Бхагавану? Как он сможет развить вот эти отношения в пяти расах к Бхагавану? Мы уже обсуждали три расы. Шанте – это Эканишта. Основное там Даси – это Сева. В Сакья – там нет благоговения, нет почтения, нет стеснения, нет страха. А в Ацалии – там есть Лалана Палана. Я должен позаботиться о своем ребенке. Кто иначе позаботится о нем? Кто накажет его? Кто поправит его? Лалана Палана. Очень много любовной привязанности там. И предный не хочет терять время, не хочет пренебрегать, не хочет даже секунду проводить бездействие. Он думает – он мой ребенок. Я буду заботиться о нем. Надо позаботиться о нем. И там нет благоговения, нет почтения, нет стеснения, нет страха. Это Лалана Палана. И еще одна вещь. Такой предный он ругает, наказывает. Это родительская любовь. Почему он может ругать своего ребенка? Иначе мой сын пойдет не туда. Он будет страдать в будущем. Тот, кто заботится о ребенке, должен смотреть за тем, чтобы ребенок двигался в правильном направлении. Он должен ругать его иногда, наказывать. Так, чтобы он шел правильной дорогой. Иначе что? Иначе можно испортить ребенка. Если моя привязанность сильная, я еще больше хочу направлять его на истинный путь. Это Палья и Палака. То есть, я забочусь о нем. Такое монастырение у меня развивается по отношению к Кришне. Кришна мой сын. Нет, он Бхагаван. Что? Он мой сын. С самого рождения я забочусь о нем. А ты говоришь, он Бхагаван. Такое чувство. Очень много мамоты. Очень много родительской любви. Он мой сын. Из этих четырех раз родительские отношения дают очень много нектара. Которые мы описали четыре раза. В родительских отношениях очень много нектара. Кришна мой малыш. Качество Бхагты связывают, привлекают Кришну. Кришна получает удовольствие, когда человек развивает родительскую любовь к нему. Кришна наслаждается, когда мама ругает его, отчитывает. Кто вообще может наказать Верховную Личность Бога? Но в родительской любви это происходит. И Шода связывает Кришну. Она думает, столько я старалась. Столько всего хорошего делала, чтобы он никуда не ходил. А он все равно ворует масло в чужих домах. Она думает, нет, мне надо связать его. И затем она проклинает себя. Зачем я это сделал? Он такой маленький. Он еще не может понять, что хорошо, что плохо. Я глупая. Я такая же сердечная. Так строго я наказала его. А если бы эти два дерева упали на него? Он не знает, что хорошо, что плохо. Но я взрослая. И я тоже поступила так глупо. И вот это Бхакти, это Вацалия Бхакти. И Кришна наслаждается этим. Он думает, о, мама бежит меня. Связать. Как у нее это получится? И Шода думает, он такой маленький, а я не могу никак догнать его. Я так сильно устал. Игорь Махараш говорит, что в некоторых ващнавских книгах говорится, что мама Ишода, она была не худенькая. Она была достаточно полной. И ей трудно, на самом деле, было гоняться за Кришной. И в итоге она даже готова была заплакать. То есть у нее не получалось ничего сделать. Он такой маленький, а я не могу догнать его. И Кришна увидел. Он подумал, мой Бхакта плачет. Я что-то должен сделать. И так он позволил Ишоде связать себя. Как Кришна может терпеть плач своего предного? Кто вообще в трех мирах может схватить или связать Кришну? Это возможно только благодаря любви. Кришна говорит, я всегда свободный. Я полностью независимый. Сватантра, свагат. Кто вообще может связать меня? Только Бхакта. Бхакте на снега аджу вих. Веревки любви, Бхакт, они могут связать меня. Мама разгневалась. Ты не только воруешь, но и ты разбиваешь горшки. Столько убытков от тебя. Не только ты сам ешь, но и раздаешься обезьянам. Старшие гопи, они пришли и жаловались. Но все это они делали из-за любви. И Кришна отвечал, мама, разве ты не знаешь? Эти обезьяны в Трита-югу, они жили в лесу. И они питались только фруктами. Никто им не давал йогурта и масла. Тогда мама и старшие гопи, они разгневались. Он еще так говорит, что он вообще еще говорит тут. Но Кришна наслаждался. Гопи гневались, а Кришна наслаждался. И это в отца ра-раса. Боговам Кришна наслаждается нектаром. И бакты, они наслаждаются нектаром. Кто имеют гьяну и ашварию, говорят то же самое. Кришна зависит от бакты. Бакта может очаровать Кришну. Какая нужда вообще в отце и матери для Кришны? Он же вездесущий. Не нужны ему отец и мать. Он атмагама, аптакама. Он самоудовлетворенный. Зачем ему вообще эта забота родителей? Но все же он приходит, принимая отца и мать. Зачем это нужно? Кто вообще становится отцом и матерью? Те, кто становится отцом и матерью, они получают определенное удовольствие, счастье. На самом деле, для счастья преданных отца и матери Кришна становится их сыном. Иначе вообще нет нужды верховной личности Бога становиться чем-то сыном. Нужна ли ему какая-то забота? Испытывает ли он какой-то голод? Мы, конечно, будем голодными, если мы не получим хорошие пищи. Но он не испытывает голод никогда. Мы чувствуем жажду. Но Кришна не испытывает жажду. Он самоудовлетворенный. Ему не нужно есть и пить. И не нужны ему отец и мать. Нам нужны отец и мать. Когда мы маленькие, нам нужна забота отца и матери. Иначе мы умрем. Но Кришна не умрет без заботы отца и матери. Только чтобы доставить удовольствие своим родителям, отцу и матери, Бхактам, он становится их сыном, ребенком. Это лила. Кришна так принимает любовь своих родителей. Поэтому он совершает лилу. Он наслаждается сам. И он дает возможность им насладиться. Это удивительная лила. Нанды и Шуды не думают, что они поддерживают Кришну. Но Кришна поддерживает все вселенные. А нам такой тем Брахманда. Всех поддерживает Кришна. Как Господь Вишна. Если я потеряю мать, куда мне идти? Как-нибудь. Видели вы когда-то, как потерялся ребенок? Где-нибудь в большом супермаркете потерялся ребенок. И делают объявление по громкоговорителям. Что вот ребенок. И что делает ребенок в это время? Он стоит и плачет. Но Кришна не теряется. Не может он потеряться. Все это происходит только ради Лавана, Павана, Абхимана. Кришна старается сохранить такое монастырение в сердце отца и матери. Чтобы они всегда думали. Кришна мой ребенок. И так обе стороны. Они наслаждаются. Кришна наслаждаются. И отец с матерью. Они наслаждаются. О Господь Кришна, совершая эти лилы, ты погружаешь всех жителей Враджа в океан блаженства. Снова и снова я молюсь тебе. Кришна хочет быть под их контролем. Итак, мы узнали о качествах Шанты, Расы, Даси, Расы, Сакья Расы и Вацали Расы. И теперь мы будем говорить о Матхуре Расе. Что делают прекрасные девушки Враджа? Они имеют все эти качества, которые мы сейчас перечисляли. Плюс еще одно. Какое? Они служат всем чувствам Кришны. Они служат всем чувствам Кришны своими чувствами. Только чтобы доставить удовольствие Кришне, они оставались обнаженными. Кришна единственный наслаждающийся. И Кришна может так наслаждаться. Они не возражали. Любви еще больше девушек Враджа. Они приходили с одиночек к Кришне. Только чтобы доставить счастье Кришне. Они вообще не думали ни о каком социальном этикете, ведическом этикете. Мы же их были недовольны. Но все равно они не обращали внимания. Дети плакали. Все равно они не обращали внимания. Потому что единственное их желание было сделать Кришну счастливым. Только для этого они приходили ночью к Кришне. Они не обращали внимания ни на какой этикет. Ни на ведический, ни на духовный этикет, ни на социальный этикет. Все в этом мире имеют этикет. В Дасе есть какой-то этикет. В Саке, в Ацале тоже есть какой-то этикет. В Родителе тоже есть какой-то этикет. Но в Матхури Расе вовсе нет никаких этикетов, никаких ограничений. Бхагаван Кришна проводил младенческие игры, детские игры. Но нигде, никогда он не показывал свои юношеские игры. Только для Канта, только для Гопи он показал эти игры. Его настроение Канта, возлюбленного, он показал только перед Гопи. Не перед кем больше. Все расы имеют определенные ограничения. Но в Матхури Расе нет никаких ограничений. Нет вообще никаких пределов. В супружеских отношениях нет речи о каких-то ограничениях. Есть ограничения для отца, для матери. Есть ограничения для друзей. Есть ограничения для слуг. Но нет ограничений для Гопи. Другими словами, любовь к Кришне никак не ограничена. Она может расти, расти и расти. Вообще нет никаких пределов для нее. Никогда она не кончается. Гопи развели према. И что происходит? Кришна смотрит на них. И он думает, о, какие красивые Гопи. И так он становится счастлив. И из-за того, что он становится счастлив, его красота увеличивается. И, соответственно, Гопи, когда они видят Кришну еще красивее, они становятся счастливы. И их красота также увеличивается. И этот поток, он никогда не останавливается. Нет предела ему. Матхура раса не имеет границ. Поток любви так силен, что вообще никто не может остановить его. Если их привязать веревками дома, они умрут. И они отправятся все равно к Кришне. Невозможно остановить их. Никто не может создать препятствия для их любви. И это Кришна-према. И Гопи, они имеют эту Кришну-прему. Кришна – это моя жизнь. Кришна – это Господин моей жизни. Кришна – мы прана-валабха. Как я вообще могу забыть Кришну? Как я могу не идти к Кришне? Как я могу оставаться, не видя Его? Как я могу вообще жить, не видя Его? Нет никого другого, как Он. Он может обнять меня, а может просто выгнать, выпнуть меня. Может принять меня, а может отвергнуть. Он – мой прана-натха. Он – Господин моей жизни. Я никогда не могу забыть Его. Я вообще ничего не знаю, кроме Него. Если есть вообще какая-то красота, то это красота Кришны. Если кто-то вообще дорог мне, то это Кришна. Если я вообще люблю кого-то, то это Кришна. Я не могу забыть Его. Как Его забыть? Кришна уехал в Матхуру, но Гопи никогда не забывали Его. Мы забываем, да? Если кто-то находится далеко от нас, ну, уезжает очень далеко, мы забываем. На долгое время, если мы разлучаемся, мы забываем. Но с Гопи не так. Это не их ситуация. Они не могут забыть. Как они могут забыть? Кришна – их жизнь, их душа. Если мы не забываем Его, то что? Нам надо что-то делать для Него. Как мы вообще можем жить, не служая Ему, не идя к Нему? И все, все есть в Матхуру Гераси. В Матхуру Гераси есть и Дайси, и Ништра, и Любовь. Все там есть. И там есть и поддержание, как в Отцале. Гераски могут это понять. То есть для семейного человека это понятно. Ну, конечно, это материальный пример, но Гурмахар все равно приводит его. Какие-то намеки из этого примера можно получить. Допустим, муж, он пришел с улицы. Сильный дождь был, да? Холод, дождь. И он полностью вымок из-за этого дождя. И что делает жена? Она сразу, о, какой ты мокрый. Она сразу даст полотенце, одеяло, даст горячий чай. Разве это не поддержание? Разве нет в этом вот этого поддержания? Как няня, как мать, она тут действует в этом случае. Иногда она как друг шутит со своим мужем. Иногда она служит ему как даст, как слуга. В супружеской расе есть все. И это супружеская раса, собственно, есть там. Если она есть, тогда и все остальные расы, они автоматически присутствуют. И это чистое преданное служение Кришне. Это шутха-бакти. Яйадхамам пропадинтэ, тамстатраева баджамья хам. Кто-то имеет родительскую любовь, и Кришна отвечает соответственно. Он видит Кришну своим ребенком, сыном. Если человек хочет служить как слуга, Кришна проявит качество, чтобы он мог служить как слуга. Все эти качества, о которых мы думаем, Кришна дает нам. И так человек может служить Кришне. Он хочет, чтобы мы любили его. Он дает нам такое настроение, такие качества, чтобы мы могли связаться с ним. Именно в этом настроении. Рупагасвами Патт написал Бхакти Расамрита Синху. Он, Рупагасвами Патт, пришел в Аганаси. И Махапрабу, а, пришел к Махапрабу и затем следовал за ним. И позже Махапрабу сказал ему, возвращайся во Вагиндаван и пиши там книги. Выполняя указания, Махапрабу, Рупагасвами Патт вернулся и написал Бхакти Расамрита Синху. И вот это настоящая Амрита. Там полно нектара, полно расы. Нам нужна эта раса. Как мы можем оставаться сухими? Нужна раса. Какая вообще сухая философия? Сухая философия, она не затрагивает сердце. А раса, она касается. Она касается сердца. Есть а-раса. А раса, то есть там, где нет расы. Она не затронет сердце. Больше того, она только беспокойство создает. Как вороны, да? Вороны. Ка-ка-ка. А-а-а. Почему? Потому что они едят всякую гадость. В Индии они едят горькие плоды Нима. Кукушка ест сладкие плоды манго в Индии. И ее голос очень сладкий. Ворона же просто кричит и беспокоит других. Гуру Махаши сокрушается. Что мы можем поделать? Все это придет, это понимание придет когда-то. Он сокрушается. Он чувствует разлуку со своим гуру-дывом. Это из лекции Шишипадча и Тани Чандаря Прабу. 03-12-2009.